Раньше считалось, что успешность в образовании, бизнесе, карьере определяет высокий IQ, то есть коэффициент интеллекта, в то время как эмоции были задвинуты на второй план. А теперь подумайте, все ли интеллектуально развитые люди являются успешными в жизни? Да, они хорошо решают задачи, да, они могут преподавать, но часто ли они успешны в продажах и в управлении реальными живыми людьми? Конечно же не часто, потому что общение, управление и продажа не подчинены формальной логике, они чаще всего совершаются эмоциями, пристрастиями, симпатиями, антипатиями, но никак не математикой. Потому что очень часто люди нелогичны в своих поступках, они пользуются своим интеллектом, но теперь это уже интеллект эмоциональный. Для того, чтобы понять, какую роль эмоциональный интеллект играет не только в жизни человека, но и в жизни целых компаний и организаций, давайте обратимся к опыту. Примером может служить история развития компании American Express в период кризиса. Группа экспертов-психологов выяснила, что причиной катастрофического падения продаж являются, как это ни странно, человеческие эмоции, эмоции потенциальных покупателей и финансовых консультантов. Интервью с наиболее успешными сотрудниками выявили, что они обладают способностью посмотреть на ситуацию глазами клиента. А это позволяет им установить с клиентом доверительные отношения. Они были внутренне мотивированы на продажу. Другим плюсом было умение этих сотрудников справиться со своими эмоциями. Лучше управлять ими, не раздражаться и не падать духом в случае неудачи. Все перечисленные способности относятся к компетенциям именно эмоционального интеллекта. Этот вывод подвиг Американ Экспресс запустить целую программу обучения эмоциональной компетентности для своих сотрудников. Результат поразил. После прохождения этой программы практически 90% сотрудников повысили эффективность своей работы. Давайте подумаем вместе. Как же считали повышение эффективности работы специалиста в Американ Экспресс? По каким показателям? Да по самым простым. По снижению конфликтов на рабочем месте, которые затягивают процесс принятия решений. По снижению процента увольнений сотрудников, которые приводят к сумасшедшим затратам на поиск и подбор персонала. Одним словом, Американ Экспресс обучал своих продавцов и менеджеров тому, как стать с клиентами и со своим персоналом, в первую очередь друзьями. Что категорически важно современному руководителю или менеджерам по персоналу, который управляет или собирается управлять персоналом поколения Y. Американ Экспресс обучал своих продавцов и менеджерам по персоналу. Американ Экспресс обучал своих продавцов и менеджерам по персоналу. Американ Экспресс обучал своих продавцов и менеджерам по персоналу. Продолжение следует...